В Ереване уверяют, что сделают все для того, чтобы римский статут не повлиял на отношения с Россией. Армения хочет присоединиться к документу, который обязывает выполнять решение Международного уголовного суда. Источники государственных информагентств в российском МИД предупреждали о крайне негативных последствиях этого шага для Еревана. Ереван сделает так, чтобы римский статут не повлиял на отношения с Россией. Об этом вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян сказал в интервью Арменпресс. Цитирую. Сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно. Мы услышали опасения, высказанные Москвой. Конец цитаты. Вице-спикер парламента отметил, что контакты между Гаагой и Ереваном не нанесут ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией. О том, возможно ли это, мнение старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктора Надеян-Раевского. Само признание римского статута потребует от Армении действий, которые полностью соответствуют решениям этих так называемых судов. То есть в случае появления, например, президента Путина на территории Армении, его надлежит арестовывать в соответствии с решениями этого суда. Поэтому все слова, которые при этом говорятся, они ничего не стоят, потому что они не подкрепляются никакими правовыми основаниями со стороны Армении. А пустые разговоры в юридической практике ничтожны. Старший научный сотрудник ММО РАН Виктор Надеян-Раевский. Ранее информационное агентство со ссылкой на источник в МИД сообщили, что российская сторона предупредила Армению о крайне негативных последствиях от возможного присоединения к римскому статуту. Ведомстве отметили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к римскому статуту Международного уголовного суда на фоне его ордеров в отношении руководства России.